Привет, друзья, с вами Кейк. Вчера поставил в Телеграме, фото сделал несколько кадров, что Питер Таи в совете директоров Facebook, Питер Таи с помощью Founders Fund инвестировали в OpenCoin, которое со временем переименовали, и это Ripple. И то, что Питер Таи советник Трампа, в администрации Трампа, советник Трампа, по технологиям. Вот эту фотку поставил там, и английские СМИ тоже подхватили. Ну, что я хотел сказать. Самое главное, это, смотри, все кричат, да, Facebook Coin вредно для биткоина, или крах биткоина, или XRP, крах XRP, Facebook убьет XRP, XRP, в общем, вот такая ситуация. Что я с этим фото хотел вообще представить? Там написал, у Facebook нет конфликт интересов с Ripple. Почему я это написал? Потому что, помните, когда я рассказывал, что поехал в Индию, директор продаж Google, всего Google, Google Индия, представить ему свой проект, чтобы он инвестировал. И что он мне ответил? Что я не могу без согласия Google ни копейки инвестировать. Поэтому он сказал, идти обратно, я вам через неделю максимум позвоню. Вот мы пришли обратно, он позвонил и сказал, что Google LabEx сразу работает похожую систему, пожалуйста, присоединяйтесь к Google LabEx всей командой. То есть, что я хотел тогда, что я хочу сказать, что, смотрите, если Питер Таи находится в борде директоров Facebook, он не может инвестировать в компанию, с которым Facebook может иметь конфликт интересов. То есть, ты или тут, или тут, но не в обе стороны. Потому что, если в тот момент, когда будет начата конкуренция на эту тему, на этот пункт, у этого человека будет позиция, выгодная ему, а не компании, в котором он находится. Потому что, скажем, если XRP, Ripple более быстро продвигается и в конкуренции выше уже, чем Facebook, в таком случае для Питера Таи, в принципе, это не так плохо, потому что у него есть средства, он инвестировал в эту компанию. Но для Facebook плохо. Вот поэтому такое не может быть. В совете директоров или высокопоставленных позиций компаний люди, они не могут инвестировать в компании, у которых могут быть конфликт интересов. Цель этой фотографии, что я поставил, Питер Таи, советник директоров Facebook, через Founders Fund инвестировал в OpenCoin, то есть в Ripple. Все, тема закрыта. Для меня то, что сегодня Facebook Coin Libra обеспечено тем 5 или 4 фиатными деньгами, и они написали Most Stable Coin. И вчера вышло от Stellar Stable Coin, они написали чуть ли не Most of Most Stable Coin. Вот мне интересно, третий, который выйдет, будет вообще Most of Most of Almost Stable Coins. Что я хочу сказать, что, смотрите, Stable Coin, обеспеченным фиатом или Stable Coin, обеспеченным фиатным корзиной, это ничего не меняет. Фиат это пузырь. То есть, когда этот пузырь, и все индивидуальные фиаты тоже пузыри, из-за генерального пузыря USD. Так что Stable Coin, обеспеченным фиатом, единичным или фиатной корзиной, это не будущее. Будущее это то, что Stable Coin будет обеспечен такой корзиной, которая подкрепляется реальными экономиками, реальными токенами. А в такой корзине, как минимум, место для XRP точно есть. Если вообще-то корзина, не XRP. Вот и все. Спасибо всем, увидимся.